Небольшое предисловие записал я к своему блогу, который я решил поставить в начале первого ролика. Он скорее всего, сам блог больше не развлекательный, а даже наверное познавательный. То есть мы побываем на различных мероприятиях, в разных местах, попадем в разные жизненные ситуации. Все действительно будет реально. Наиграно. Я не думаю, что будет что-то наиграно. Желаю всем приятного начала просмотра. На косяки не бежайтесь, только начинаем. На самом деле я тут понял такую вещь, что видеоблогеры, у них очень тяжелый на самом деле режим, монтировать полбеды. А еще надо с первого дубля все снять правильно и грамотно. Это тяжело. В начале, во всяком случае, это очень тяжело. И надо себя перебороть, свой страх. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Федоров Константин. Я работаю в информационном агентстве Печинга в Печинском районе. На новом блоге я буду рассказывать вам обо всех интересных местах, людях, впрочем. Да и вообще о моей жизни с приключениями. То, что происходит здесь непосредственно во всем районе. Ну что, путь. Первый день знакомства с работой. Что, где, да как. Вообще, кто я, чем я занимаюсь? Вот у нас на севере весна. Это что-то. Это вечные ветра. И куча слякоти. Которая периодически ночью становится ледом. Вот сейчас, например, на работу, чтобы дойти, надо проплыть. Будет весело. Каждый день до работы. На пути. На пути. Давай, свезло. Доплыл. Весна во всей красе. А сейчас мы познакомимся с несколькими участниками. Наши газеты. Те, кто непосредственно со мной работает. Нет. Где, уже пишет, да. А это, это мой хороший, добрый начальник. И моя работница, которая находится со мной в вечном приключении. Ты охренела? Будет весело. Ты работник, а не я твоя. Ну, напарница, а не работник. Ну что? Сущерник. Господи. Короче, это все ветер. А, так о чем это я? У нас, получается, не все люди вообще знают, что их снимают. Это все спонтанно происходит. Это, кстати, особенность этого видеоблога. То есть, все, что вы будете видеть, это происходит вживую. Это не наигранно. Это... Это просто реальная жизнь. Вот. И начинаем знакомиться. Это наша кошка, которая у нас живет на работе. Она, собственно, со своеобразным характером. Потому что так люди не подходят. Сейчас вы можете увидеть. На экранах расположены все камеры по Никелю, по Заполярному. Даже на трассе только недоступна сегодня. Но это, видать, за весны, из-за погоды. В целом, здесь можно видеть все, что происходит. И заранее узнавать о каких-то происшествиях. Не всегда правда, честно говоря, но всяко можно. Итак, мы поздравили жителей Печенского района только что с добрым утром. Это наша группа, где мы, собственно, рассказываем обо всех событиях. Официальных, неофициальных, что где происходит, как происходит. Побывать там, чтобы осветить их. Но теперь даже на видео для вас. И так, после того, как мы опубликовали доброе утро, надо попить, пойти чай. Лен, а ты пойдешь чай пить? Да. Давай, ждем. Отлично. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. А вот у нас еще один работник. А, тоже Лена зовут. Тоже напарница, хороший друг. Короче, делимся с утра новостями. А пока пьем чай. Ну да, кто-то пьет кофе, кто-то чай. Здесь проходит самая важная информация. Получение почты и прочего. Весело. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, смотри, как камера вообще шикарно. Все, видит. Она тебя сейчас видит. И уникальность сейчас. Угу. Очень удобно. А потом только сидишь, режешь, видим, режешь, 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 режешь. Угу. Жалко, не такой штучки, так идешь, ходишь, у тебя камера снимать. Это, как видела, в некоторых видео, человек идет, и сзади него все равно фун меняется. Или что-то. Или, знаешь, идет, так, и сзади все поворачивается. На самом деле, вот такая же камера висит просто, и она вот снимает. То есть, я для камеры на месте, а все вокруг меня поворачивается и движется. Жизнь вокруг меня. Понятно. Подожди. Ну, а есть же еще камеры как-то вешают, да? Могут сюда повесить на голову, чтобы снимать впереди. Но если надо, чтобы человек был в кадре, и при этом событие, то есть, сзади меня, если происходят события, вот я с тобой разговариваю, то медведя и меня, и тебя. Угу. Прекрасно. Вот так же я могу повернуться сразу, тут вот архив газеты сзади меня. И она его видит при этом хорошо. Очень удобная вещь. Да. Лена, многие говорят, что из-за меня на работе много приключений, что со всеми что-то происходит. А так ли это? Это так. Ну, расширенный-то более, ты хоть чуть-чуть, то порасширенный. Приключений достаточно, как-то. Различные. Говорят, там, где я появляюсь, там что-то вечно... Что-то вечно происходит. Да, что-то вечно бывает. То беды, то хорошие события. Наверное, от погоды зависит. Да, магнитные бури. Ну, вот. За окном погода весна. Полная весна. Но сейчас речь не об этом. Мы продолжаем знакомиться с предприятием, где я работаю. Ой. Да, вот еще один отдел, где каждый может у нас подписаться, в принципе, ну, на нашу газету, газета Печенга. Здесь у нас работают хорошие люди. Анна Николаевна. Вот. Ксерокопии и прочие услуги. Все можно получить прямо здесь, не отходя от кассы. Признаться честно, за такие видеосъемки, на самом деле, людей порой убивают. Потому что люди не давали согласия на свою съемку, а я хожу и в наглую со всеми здороваюсь, и всех снимаю. Это... Я не знаю, это шок. Это просто шок для людей. Для меня бы это был шок. Ну, я уже привык быть на фоне видеокамер. Однако же, в некоторые моменты просто... Я думаю, не попадут в это видео. Лена, вот скажи, ты хотела показаться не ты? Хотя я с тобой, мне вчера все фотографии прислали с этими, с гоичниками. Здесь человек прислал эту фотографию. Это ты? Нет. Это не ты? Нет. Это восстанна. Это фотошоп. Нет, просто я тут решил. У меня очень много событий на фотографиях. У меня очень много событий, которые... Потом вспоминаем только на словах. А почему их не вспомнить на видео? То есть, смотри, как хорошо. Она все зафечатляет. Потом это все монтируется, обрезается лишнее, остается самое интересное. Ага, главное обрезается лишнее. Ключевые слова. Теперь Костя будет себя показывать еще и на видео. Кому не знаю, но себе это точно. А там как пойдет уже? А там как пойдет? Да, еще надо будет к руководству зайти, познакомиться с руководством. Камеру. Это еще не все руководства в курсе. На работе особо много не поснимаешь, потому что, сами понимаете, процесс работы. Сейчас мы отправимся знакомиться с директором и замдиректором. Ну, вот, собственно, мы заходим в кабинет директора. Здесь у нас сидит... Здесь у нас верхушка творческого коллектива. Вся творческая команда, все творческие идеи генерируются вот за вот этим столом. Вот за этим. Ну, это сейчас, сейчас еще обед. Когда еще можно к директору подойти и вежливо так попросить улыбоками? Ну, всегда. Ну, так... Нет, ну, в обед это гораздо проще. Вот. Ну, и, соответственно, у каждого директора всегда должен быть помощник и человек, который даст мудрый совет. Нет, это сам директор. Да. Да, я постоянно даю мудрые советы. Он нацелит. Устал уже давать мудрые советы. Да, я иди. Надо уже создать книгу мудрых советов водителям и руководителям. И, соответственно, мы советы начали определиться, что я все делаю. Самое главное, что все, что непосредственно делается в газете, все делается, изначально придумывается, реализуется, обговаривается. В этом подлините. Достаточно такой приятный вид на атмосфере. Как приятно приходить в обед домой. И можно прогуляться даже с персиком. Которым я сейчас, кстати, познакомлю. Пошли. Пошли, мальчик. Привет, мой малыш. Привет. Да, 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 да. Да, ты такой оседший. Да, да. Да. Мой, ма, 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 ма. Как же ты, да? Как же ты, да? Катэкамера. Попрати на улицу. Пойдем на улицу. Пойдем. Пойдем, мой малыш. Ооо. Просто. Вот, собственно, и мой песик. Которого вы видели на фотографиях очень часто. Вот. Да, малыш? Алик. Поздоровайся. Вот, 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 Алик. Вот, вот. Не очень любит позировать на камеру, на самом деле. Пройти бы здесь. Да, какой-то снег провалистый, мягкий. Он даже не мягкий, он рыхлый просто. Под ним вода. Задача не утонуть. Алик, 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 Алик. Я, наверное, передумал, малыш. Я тут начал неожиданно проваливаться вниз. Провалились, алик. По самое. Не хочу, что я, что мой пес провалился тоже. Беда. Ладно, будем возвращаться в сторону дома. Прогулка и так хороша. Сейчас крупную еще песику покажу. Алик, иди сюда. Чё, ты солнце? Ты солнечка моя, Лёса? Лёса. А? Лёша. Ну смотри сюда. Да, где моя солнца? Да. Пушистый медвежонок. К сожалению, приходится некоторые видео заканчивать чуть раньше из-за аккумулятора. А еще у нас есть проблема с микрофоном временная. Она решаемая, но, к сожалению, пока звук в некоторых видео будет не так себе, как сейчас вы слышите. Но это временно. А, сейчас. Продолжаем. Мышка на мой просится. А это у нас секретарь Женя. Очень позитивный человек. Тот, кто радостно всех встречает. Кто приходит с твоими мыслями. Да нифига, она меня не радостно встречала. Она даже не сказала, что она с тобой меня сейчас почувствовала. Ну... Я больше к ней не приду. Буду ждать, пока она сама придет. Я к вам шла, вы ко мне сами прочитали. Всё. Собственно, вот так мы и работаем. Я смотрю, как толпы народу садятся у нас в автобус. Да кто у нас с техникум, а да, в это время просто биткомси бегут. Такая распуча вечера. Время, кстати, уже практически конец рабочего дня. А мы сегодня уже очень много увидели сегодня. Надо... Я говорю, увидели сегодня много. А, увидели сегодня, почему ты не на это в автобусе не будешь? У меня в 17.50 газетка попала. А это тоже? Я не чая. А это можно по-настоящему тоже? Да, да, да. Ну, собственно, для первого видео, я думаю, даже несмотря на все качества, косяки, звук, прочее, можно простить некоторые моменты. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня мы познакомились на предприятии, не со всеми, правда, но со многими работниками. Понравилось, ставим лайк, подписываемся, смотрим нас. Какие там еще у вас кромные фразы-то. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok